Месяцы в полевых лагерях, кропотливый труд. Лопата в руках сменяется тонкими кисточками, а затем ручками, карандашами и линейкой. Ведь каждый сантиметр исследованной земли должен быть учтен и занесен в документы по всем правилам. В наследие для потомков. Кроме исторической миссии, археологи занимаются сохранением памятников древности, проводят экспертизы, вносят объекты изучения в российский реестр. Только в этом году проведено 49 экспертиз. И впервые за 30 лет 6 объектов вошли в федеральный список охраняемых объектов истории. Это у нас мероприятие ежегодное теперь стало. И, конечно, от этой отчетной сессии мы ждем ознакомления с результатами исследований, как фундаментальных исследований, так и разработок, которые проводят археологи на территории республики Хакасия в течение года полевого сезона. И, конечно же, во время отчетной сессии мы ждем всех археологов. Как вы знаете, у нас в Хакасии копают и археологи из Новосибирска, и Томска, и из Москвы, и многих других регионов. Больше всего объектов археологии на правом берегу реки Абакан, говорят участники конференции. На один квадратный метр насчитывается около четырех. И такая высокая концентрация исторических следов пребывания древних цивилизаций – большая редкость для территории России. Оттого открытия археологов в Хакасии очень ценны. Этот год, как и все археологические сезоны, отметился своими находками. В частности, я копал вместе с музеем имени Кызласова. Мы копали на разрезе Степном, руководитель отряда Киргенеков Эдуард Николаевич. Мы копали поселение бронзового века, найдены остатки жилищ. Материал требует своего осмысления. Он очень неоднозначный, этим и интересен. Найдено было очень много обломок зернотерок, что меняет наши представления о кочевниках, как кочевников. В этом году исследователи погрузились в работу и на могильнике, обнаруженном на территории Кирбинского разреза. Он считается одним из самых больших в Хакасии. Здесь искали древние каменоломни. Все найденные предметы еще придется изучать историкам, краеведам, проводить экспертизы. Специалистам необходимо осмыслить найденный материал.